Привет, я Клифф Хэнгер, и это сериал «В те дни». Пять дней Япония находилась на пороге ужасного ядерного катаклизма, вызванного мощным землетрясением. Это разрушит Японию. Сериал, основанный на реальных событиях, начинается с того, что Масао Йосида, начальник атомной электростанции Фукусима-1, идет на слушание Комитета по расследованию аварии. Сидя перед членами комиссии, Йосида задается вопросом, что стало истинной причиной случившегося – ошибки людей или безжалостный рок? Действие переносится в 11 марта 2011 года. В администрации станции кипит обычный рабочий день. Йосида поотечески проверяет работу подчиненных, уточняя, что плановое техобслуживание 5-го и 6-го энергоблоков почти завершено. Внезапно здание начинает трясти от подземных толчков. От землетрясения включается сигнал тревоги. В аппаратные сотрудники получают сигналы об аварийной остановке 1-го и 2-го энергоблоков. Персонал приступает к их остановке, вводя регулирующие стержни. Однако к тому моменту, как толчки прекратились, оба блока потеряли внешнее питание, вынуждая персонал запустить аварийные дизельные генераторы для завершения режима остановки. Землетрясение вынуждает премьер-министра Синзи Адзуму прервать заседание комиссии, расследующей дело о его коррупции. В главном офисе энергетической компании создан штаб по ликвидации последствий аварии. Вице-президент Мураками разбирается с ситуацией, вызывая всех сотрудников из отпуска. По последним данным, остановка Фокусима-1 грозит полным обесточиванием Токио. Чтобы этого не случилось, необходимо придумать, как восстановить электроснабжение. Но ситуация усугубляется тем фактом, что более 30 электростанций на побережье приостановили работу. Тем временем на самой станции экстренно эвакуируется персонал на безопасное расстояние. В аппаратной засекают чрезмерно быстрое падение давления в реакторе и отправляют двоих работников в машинный зал. На четвертом энергоблоке падает уровень охлаждающей жидкости, что вынуждает дежурного отправить на проверку двух сотрудников. Один из них, Кирихара, перед выходом успевает позвонить семье, чтобы убедиться, что они в порядке. Эвакуирующиеся в Арьергарде сотрудники видят, как из океана идет волна воды намного больше, чем ожидалось. Цунами оказывается выше защитной дамбы. Огромная масса воды переваливается через нее и затопляет станцию, сминая машины и заливая здания. Две пары сотрудников сталкиваются со стихией, получая различные ранения и угрозу жизни из-за отказа всех систем, вызванных затоплением аварийных генераторов. Вскоре волна спадает, и вода откатывается обратно в море, оставляя после себя груду, хлама и разруху. Но ситуация от этого лучше не становится. В аппаратный персонал пытается восстановить охлаждение реакторов, когда энергоснабжение пропадает совсем. Об аварийной ситуации докладывают премьер-министру и вице-президенту энергетической компании. Но получить актуальные данные о состоянии техники не представляется возможным. Директору Йосиди докладывает, что два оператора пропали, и их судьба неизвестна. На случай, если восстановить питание генераторов не удастся, он велит помощнику Кино Сита вызвать пожарные машины, чтобы заливать реакторы водой. В это время дежурная команда выбесточенной аппаратной приходит к похожему выводу, что придется искать экстренный способ закачки воды для охлаждения реакторов. По совокупности обстоятельств, премьер-министр Адзума объявляет чрезвычайную ядерную ситуацию, так как ремонтные работы затруднены из-за последствий цунами. Однако штаб по ликвидации аварий не спешит начинать эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов вокруг станции Фукусима-1. Как того требует регламент? Усугубляет и без того неспокойную обстановку полная неизвестность. Даже работники станции во главе с Йосидой не в курсе, как обстоят дела в энергетических блоках. Чтобы хоть как-то прояснить обстановку, начальник аппаратной МАЭДЗИМА отправляет двоих сотрудников к реакторам, попутно выставив часового на крыше. Предупредить, если нарисуется еще одно цунами. Вооружившись счетчиком Гейгера и фонарями, работники спускаются в подвал. Пока часовой на крыше всматривается в ночь, подсвечивая фонариком океан, персонал внизу подбирается к двери реактора. Счетчик издает первый писк, сообщая об угрозе радиоактивного излучения. Старший принимает решение возвращаться, дабы доложить об утечке. Йосиде выделяют две пожарные машины для охлаждения реактора, о чем он сообщает в аппаратную. Также МАЭДЗИМА посылает сотрудников открыть клапаны для подачи воды. Их возглавляет опытный и пожилой сотрудник ФУРУ, вызвавшийся добровольцем. Сделать это нужно быстро, пока растущий уровень радиации не достиг критического порога. Когда они спускаются в подземные коридоры, случается небольшой авторшок. ФУРУ успокаивает молодых, что если новые толчки и вызовут цунами, то их заблаговременно предупредят. Они продвигаются дальше и вскоре открывают первый из пяти клапанов. Продолжая пробираться в темноте и роняя фонарики, отряд рабочих открывает остальные клапаны, подбираясь в итоге к последнему, постепенно набирая уровень облучения. В это время в аппаратной подключают переносной генератор. Включившиеся датчики показывают уровень воды, он ниже необходимого. Об этом сообщают в штаб ликвидации аварий, предупредив, что осушение верхней части активной зоны состоится через час, что приведет к цепной реакции и вызовет разрушение реактора через два часа. Премьер-министр командует начать эвакуацию, параллельно расчищая дорогу, чтобы завести на станцию мобильные генераторы. Мураками уточняет радиус и, сойдя на зоне в три километра, отдает приказ. Журналисты на пресс-конференции уточняют, что произошло, что правительство так быстро переобулось по этому вопросу. На станцию подвозят мобильные генераторы, но распределительные щитки размыло соленой морской водой после цунами, совершенно непонятно, какие из 70 щитков в рабочем состоянии. Проверка займет много времени, а именно его сейчас и не хватает. Глядя на часы, директор Йоседа понимает, что прямо сейчас стержни начинают плавиться, запуская необратимый процесс. Перемещение по территории станции осложнено разрухой оставленной цунами, перекрывающей дороги. Несмотря на это, рабочие прокладывают кабели от генераторов к энергоблокам, рискуя жизнью. Оставшаяся морская вода скрывает сорванные люки канализации, где легко утонуть. Йоседе сообщает из аппаратной, что на защитной оболочке первого энергоблока тоже растет давление. Это свидетельствует о том, что охлаждение реактора не работает. Об этом докладывает премьер-министру, предупреждая, что рост давления чреват катастрофой уровня Чернобыля. Директор станции принимает решение открыть клапан вентиляции, чтобы выпустить пар и сбросить таким образом давление. Однако премьер-министр против такого плана. Это чревато выбросом радиоактивных элементов в атмосферу. Но его переубеждают, поставив перед фактом – катастрофа уже неизбежна. Но если ничего не предпринимать, ее последствия будут гораздо разрушительнее, а радиационный фон смертоноснее. Начальник аппаратной Мэйдзима вынужден назначить добровольцев, которые вручную откроют клапан, рискуя жизнями. Сам он вызывается первым, но тут же подчиненный поднимает руку. Он готов пойти вместо босса, которому лучше руководить операцией. План такой. Идут три группы по два человека из числа тех, кто постарше. Йоседе велит работникам предоставить добровольцам лучшие инструменты и защиту, что у них есть. Параллельно с этим семья сотрудника станции Кирихары узнает, что он числится пропавшим без вести. Также выясняется, что премьер Адзума летит на Фукусиму с визитом. С борта его вертолета на станцию открывается прекрасный вид. Телевизионщики с должным пиететом снимают визит премьер-министра, недовольного сложившейся ситуацией и необходимостью пройти процедуры дезинфекции. Он требует немедленно начать вентиляцию защитной оболочки, но директор Йоседа поясняет, что без электричества единственный способ открыть клапан – это сделать вручную из здания реактора. При этом те, кто отправится выполнять задание, вероятнее всего погибнут от интенсивного облучения. Чтобы минимизировать риски, нужно больше времени. Мэтт Зимон оставляет добровольцев. Получив приказ от директора, он дает отмашку для начала операции. Вооружившись кислородными баллонами и дозиметрами, первая пара приближается к зданию реактора, вынужденно ускоряясь из-за радиационного фона выше ожидаемого. Пробравшись по узким коридорам здания реактора, они находят искомый вентиль. Тот хоть и не сразу, но поддается. Работники возвращаются в аппаратную, чтобы доложить об успешном выполнении. Однако это только половина дела. Второй группе необходимо открыть клапан непосредственно над бассейном с загрязненной водой. Пробравшись к нужному помещению, они понимают, что доза радиации грозит стать смертельной. Мнения разделяются. Один предлагает вернуться, второй хочет рискнуть жизнью ради благой цели. После небольшой драки они возвращаются в аппаратную, так и не дойдя до вентиля. Тем временем в канцелярию премьер-министра поступает отчет о потенциальном загрязнении вокруг станции. Цифры вызывают у одного из секретарей жуткие воспоминания об аварии 1999 года и погибших от облучения сотрудников. Параллельно с этим семье Кирихары сообщают, что он, скорее всего, утонул в цокольном этаже при наводнении, вызванном цунами. На станции персонал аппаратный, понимая, что больше ничего не может сделать, просит Уме Эдзима разрешение покинуть рабочие места. Однако тот стыдит коллег, напоминая, что жители окрестных населенных пунктов надеются на то, что они до конца будут выполнять свой долг. Помощник директора Кинесота вызывается добровольцем в аппаратную взамен уже получивших дозу облучения сотрудников. С собой он приглашает еще одного гражданина по имени Таттено. Когда они уже готовы выйти, Йосида предлагает попробовать открыть клапан удаленно при помощи компрессора. Прибыв к месту, они проходят процесс дезинфикации в холодной воде, смывая возможное загрязнение радиоактивной пылью. Но даже так дозиметры зашкаливают, вынуждая повторно смывать грязь. Сразу после этого добровольцы идут в аппаратную, где персонал готовится к следующему этапу по минимизации возможных последствий. Однако сотрудники не горят желанием пускать Киносида с напарником на верную смерть, несмотря на то, что он лучше других знает внутреннее расположение здания реактора. Тем не менее, новенькие убеждают Мэдзиму, что они справятся быстрее остальных. Пока Киносида и Татена надевают защитные костюмы и готовятся отправиться на поиски вентиля, Йосиди сообщают некие новости. Он сразу же звонит в аппаратную и велит остановить третью команду. Но те уже вышли, и Мэдзиме приходится бежать за ними. Фуру поднимает брошенную телефонную трубку и узнает, что из трубы первого реактора идет белый дым. Это пар, выпускаемый из оболочки. Клапан удалось открыть удаленно при помощи компрессора. Давление внутри защитной оболочки падает. Чтобы восстановить охлаждение реактора, персонал готовится провести туда воду, но ее запасов не хватает. Йосида велит наладить снабжение из океана, несмотря на высоту в 10 метров. Пока подчиненные думают, как это провернуть, случается еще один подземный толчок, после которого директору докладывают, что пятый этаж здания реактора обвалился. Йосида идет наружу, чтобы лично заценить масштаб трагедии. Вокруг полно раненых, которые сообщают плохие новости. Здание реактора взорвалось. Директоры сам видят клубы дыма вокруг того, что раньше было первым энергоблоком. Над электростанцией поднялось большое облако дыма и, кажется, пошло на север. Новости о взрыве реактора попадают на телевидение. Премьер-министр видит репортаж раньше, чем ему доложили со станции. Вокруг разрушенной оболочки первого энергоблока полно раненых из числа тех, кто протягивал шланги для подачи воды. Первоочередной задачей в сложившихся условиях становится восстановление подачи воды для охлаждения реактора. Сотрудники привлекают силы самообороны, решив по новой проложить пожарные рукава, но теперь не из резервуаров, а из океана. Несмотря на то, что использование соленой воды приведет реактор в негодность. При этом в штабе ликвидации аварии политики узнают о необходимости веерных отключений. Иначе Токио на несколько дней останется совсем без электричества. Йосиде велят не использовать морскую воду для охлаждения реактора, пока кабинет министра не убедится в безопасности данного решения. Но работы уже ведутся, и директор до последнего отказывается давать команду прекратить. Лишь когда ему настойчиво намекает руководство из энергетической компании, Йосида демонстративно дает приказ прекратить работы. Но это лишь уловка, на самом деле прокладку шлангов уже заканчивают. Но даже когда политики дают добро пустить в реактор морскую воду, та никак не поступает. Тем временем давление внутри третьего энергоблока начинает расти, что угрожает новым взрывам. Чтобы снизить его, необходимо добраться до вентиля, аналогично, как на первом энергоблоке. И Майетзима снаряжает еще одну группу. Но она не может добраться до нужного места из-за радиации и возвращается. Йосида докладывает, что вскоре тепловыделяющие стержни оголятся и начнут плавиться. Также в штабе ликвидации озабочены тем фактом, что аналогичная ситуация может случиться и на остальных энергоблоках – втором и четвертом. Чтобы сбросить давление путем вентиляции, нужно открыть зловредный клапан. Директор предлагает Киносито-вариант запитать его удаленно от автомобильных аккумуляторов, для чего рабочие снимают батареи с автомобилей. Собранные аккумуляторы соединяют в единую сеть для увеличения мощности, однако даже этого не хватает, чтобы открыть клапан. Сотрудники не унывают и планируют добавить еще аккумуляторы в сеть. Однако они не успевают. Директор Йосида в виде рост давления понимает, что скоро будет новый взрыв. Он объявляет эвакуацию и велит всем сотрудникам, кто трудится возле здания реактора, уйти оттуда. Однако, когда он сообщает об этом в штаб ликвидации, подчиненные докладывают, что открыли клапан, и давление внутри защитной оболочки третьего энергоблока падает. Йосида велит продолжать работы по обеспечению реакторов водой для охлаждения. Машина с рабочими катится к третьему энергоблоку, чтобы проложить рукав для воды. Внезапно ее переворачивает ударной волной. Почувствовав толчки, Йосида подбегает к окну и видит, как в небо уходит столб дыма. Третий энергоблок приказал долго жить. Выбравшись из перевернутой машины, работники станции возвращаются обратно в главное здание. По пути они осматривают обломки, разыскивая других пострадавших. Никто из них не получил серьезных увечий. Бросив пришедший в негодность транспорт, группа двигается дальше. Чуть погодя, они натыкаются на коллег, которым повезло меньше, и помогают дотащить раненых, несмотря на угрозу облучения. По телевизору журналисты разносят запись взрыва третьего энергоблока. Премьер-министр Адзума узнает, что вместе с ураганом в атмосферу попал плутоний, что повышает уровень аварии до чернобыльской по степени загрязнения. Йосида докладывает, что на четвертом энергоблоке также фиксируется рост температуры. Там хранится полторы тысячи топливных сборок. Если топливо вытечет, все резко станет намного хуже. Выжившие после взрыва третьего энергоблока добираются до безопасного здания, где им оказывают первую помощь. Йосида рад, что все сотрудники выжили, но радость преждевременно. На втором энергоблоке тоже растет давление. Аккуратно подогреваемая СМИ паника доходит до того, что в интернете люди уже винят пропавших без вести Кирихару и его напарника. Мол, авария случилась по их вине, а они сами сбежали. Родственники слушая обсуждения по телевизору не слишком счастливы, хотя мать говорит, что в таком случае была бы счастлива. Йосида получает из штаба ликвидации ценные указания, на которые реагирует чрезмерно бурно и просит не мешать работникам делать все возможное. Они в это время подводят пожарные рукава к четвертому энергоблоку, разгребая попутно завалы перед входом. Проверяя уровень воды, персонал натыкается на тело утонувших Кирихары и его напарника, о чем докладывают директору. Тот эмоционально воспринимает печальную весть. Следом из аппаратной сообщает, что топливные стержни второго блока оголены и не охлаждаются водой. Йосида вынужден думать о срочной эвакуации персонала, дабы они все тут не полегли от облучения, если рванут остальные энергоблоки. Он звонит мураками в штаб ликвидации, чтобы получить разрешение вывести людей. Всех, кроме тех, кто останется добровольно. О запросе сообщает премьер-министру. Тот сразу против, но узнав, что эвакуация будет частично и дает добро. Тем не менее, сомневаясь в методах энергетической кампании, премьер-министр берет руководство штабом ликвидации в свои руки и призывает старших руководителей станции пожертвовать собой на благо остальных. Сотрудники высокого ранга должны пожертвовать собой, как и я. В ответ Йосида снимает штаны и прилюдно чешет задницу, после чего велит подчиненным продолжить работу. Ранним утром 15 марта Фукусиму-1 сотрясает очередной взрыв, после которого резко поднимается уровень радиации. После доклада сотрудников Йосида думает, что рванули остатки второго энергоблока и повторно запрашивает эвакуацию, оставив минимум персонала для подачи воды. Но решение, кто останется, сотрудники принимают коллективно и добровольно. Часть персонала рассаживается по автобусам и покидает опасную территорию. Приоритетными для эвакуации стали молодые сотрудники. Но даже так не все из них сразу послушались приказа, предпочитая остаться на посту до конца и чувствуя вину за то, что бросают коллег. Оставшиеся на станции операторы, прежде чем приступить к работе, дружно пишут письма своим родственникам, не зная, увидятся ли они еще или нет. После они устраивают небольшой дружеский перекус, пытаясь морально поддержать друг друга и приободрить. Из внутренних новостей, снятого с вертолета, видео становится ясно, что последним взорвался четвертый энергоблок, наружная защитная оболочка разрушена. Тем временем, родственникам Кирихары сообщают, что его тело было найдено. Премьер-министру докладывает, что иностранцы массово покидают страну, видимо, по советам своих правительств. Следом заходит специалист, который показывает наглядную иллюстрацию последствий загрязнения в случае, если аварию не удастся локализовать. Речь идет о 54 миллионах человек и третьей территории страны, которая станет непригодной для жизни. Следом военные докладывают, что ничего не могут поделать, но продолжат пытаться. Меж тем на самой станции из строя выходит пожарная машина, чей насос использовали для перекачки воды в систему охлаждения. Йосида звонит матерому пожарному Арраке, чтобы спросить совета, и тот вызывается приехать лично, чтобы помочь. Премьер-министру названивает президент. Он приказывает срочно эвакуировать всех американцев. На станции замечают, что из разрушенных внешних оболочек поднимается все меньше белого дыма. Это свидетельствует о том, что охлаждающей воды осталось мало. Вскоре к персоналу присоединяются добровольцы из числа пожилых специалистов, горящие желанием защитить родственников от потенциальной катастрофы. Мураками из штаба предлагает Йосиди использовать строительные насосы, подающие бетон на верхние этажи для забора океанской воды на нужную высоту. Пока бетононасосы заводят и разворачивают, военные сбрасывают воду на реакторные здания с вертолетов. Совместными усилиями ликвидаторам удается залить реактор водой. Это приводит к снижению температуры и стабилизации реактора. По СМИ разносит информацию, что Япония отказалась принимать от США новейшие охлаждающие материалы, что сыграло свою роль, несмотря на то, что информация оказалась недостоверной. Тем не менее, военно-морской флот сразу же, как ситуация стабилизировалась, оказался рядом, чтобы доблестно оказать второстепенную гуманитарную помощь. Вскоре ситуация оказывается под контролем. После кризиса работа персонала постепенно нормализовалась. Йосиди предстояло и дальше управлять людьми, чтобы свести риски и загрязнения к минимуму в сложившихся условиях, а также составить кучу отчетов и докладов, чтобы понять, что именно произошло и в какой последовательности. Через некоторое время в Фукусиму приезжает семья Кирихары, чтобы опознать погибшего по фотографии и забрать тело. Директор сообщает, что непосредственно во время аварии погибло всего два сотрудника. Тем не менее, работы по охлаждению остановленных реакторов продолжались. Спустя месяц моральные и физически истощенные сотрудники даже не удивлялись кровавой моче, прекрасно понимая, что проблемы со здоровьем еще аукнутся. Под нарезку архивных видеохроник, Йосида закадровым голосом рассказывает, что Япония, оправившись от поражения во Второй мировой войне, начала экономически развиваться. Подобный рост требовал огромного количества энергии, и для ее обеспечения необходимо было строить атомные электростанции, одной из которых и стала Фукусима-1. Но вместо символа светлого и счастливого будущего, она обернулась настоящим кошмаром, и теперь медленно уходит в небытие в процессе демонтажа. В январе 2017 года японцы убедились при помощи техники, что в недрах станции до сих пор полно радиоактивных отходов и неизрасходованного топлива. В начале 2019 года стало известно, что сплав затвердел, и его можно переместить, но сперва нужно придумать, как извлечь его и где потом хранить. До сих пор никто точно не знает, когда реакторы окончательно будут выведены из эксплуатации. Жителям ближайших районов пришлось навсегда покинуть свои дома, оставив после себя зарастающие травой дома и улицы. Было эвакуировано более 100 тысяч человек. Вокруг атомной станции построили зону отчуждения, даже Сакуру вырубили вокруг. Не завезли только сталкеров. Сама же Фукусима-1 по-прежнему темнеет пятном человеческой самонадеянности на берегу океана под бескрайним синим небом. Сам Йосида после аварии узнал, что у него рак, но винит в этом не радиацию, а стресс на работе и годы курения. Оставшееся ему время он хочет провести с пользой, поделиться с потомками, накопленным в те дни опытом. Сериал заканчивается информационной справкой о том, что Йосида скончался 9 июня 2013 года, через два года после аварии. Интервью более чем 90 ликвидаторов аварии легли в основу книги и данного сериала, хотя отдельные моменты были намеренно драматизированы. Последствия аварии на Фукусима-1 до сих пор не ликвидированы. Работа продолжается по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok